На повестке Совета депутатов Щелковского района важный вопрос. Заботы о состоянии дорог в городских поселениях переходят к районной администрации. Консолидировать полномочия в дорожно-транспортной сфере директивы правительства Московской области. В рамках очередного заседания депутаты рассмотрели соответствующие решения по поселениям Свердловский, Загорянский и Монина. С поручением губернатора Московской области предлагает следующее, что поселения передают свои финансовые фонды на швейнодорожной деятельности района и перепоручают району на швейнодорожную часть их функций в плане дорожной деятельности. Утвердив решение, в таком объединении полномочий депутаты отметили прежде всего эффективный финансовый ход. Это софинансирование тем эффективнее, тем больше, чем эффективнее работает муниципальная власть. А эффективность это конечно консолидация активов таких бюджетных средств, а консолидация возможна при передаче полномочий. Полномочий сельских поселений мы исполняем по закону Шелковский муниципальный район, а городские поселения передают их нам по решению Совета депутатов. Рассмотрели депутаты еще один проект, который призван сэкономить бюджетные средства. В 2015 году в Шелковском районе, как и во всем Подмосковье, прошла оптимизация сети учреждений образования. Итоги подвели на заседании Совета. До оптимизации система образования района насчитывала 112 учреждений, теперь их 95. Реорганизованы одна вечерняя школа, 14 детских садов и три учреждения доп. образования. Разумеется, сами организации никуда не исчезли. Юные жители Шелковского района получают все тот же объем услуг. Сократилось только количество юридических лиц. Так, например, детские сады объединялись по территориальному принципу в качестве второго корпуса к другим учреждениям. Благодаря этим действиям экономия бюджета Шелковского района составила более 9 миллионов рублей. Признали итоги удовлетворительными, приняли эту информацию к сведениям. Задали ряд вопросов, уже таких вот детальных, для того, чтобы при оптимизации учитывались интересы прежде всего жителей. Чтобы наши потребители услуга образования не потеряли в качестве этих услуг и в объеме этих услуг. Также депутаты утвердили решение внести ряд изменений в устав Шелковского района. Корректировки связаны с преобразованиями в федеральном законодательстве. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.